О подлинной независимости и флаге России. Статья в журналистской правде за 14 июня 2020 года. Велопробег в Донецке 12 июня 2020 года на фотографии. 30 лет назад РСФСР совершила откровенно странный акт. Приняла декларацию о собственном государственном суверенитете, чем вместо того, чтобы останавливать разбегание части республик СССР, только подстегнула его. Фактически еще до августа 1991 года Россия заявила, что она отделяется от своих собратьев по Союзу. Можно, конечно, долго рассуждать об оттенках и акцентах тогдашнего текущего момента, но по факту вышло как-то совсем некрасиво. Получился какой-то фантасмагорический сепаратизм наоборот, когда не окраины откалываются от митрополии, а митрополии от них. В принципе-то все было понятно. Партийные и хозяйственные элиты всех республик хотели для себя феодальных водчин вместо общего государственного пространства. И РСФСР не стало исключением. Суверенитет виделся неким уходом от ответственности за разные проблемные и остальные регионы типа разбушевавшейся Средней Азии и Кавказа. Но в итоге получилось вполне предсказуемо. Став меньше территориально и количественно, чем СССР, Россия не увеличила свой собственный суверенитет, а утратила его. Потому что очень быстро оказалось, что от разных там Таджикистанов и Латвий можно отделиться. А вот кое-кому придется присоединиться. Да, с нажимом. Придется. Речь идет, разумеется, о цивилизованном мире, куда решила войти новая Россия. Точнее, о коллективном Западе. Богатой, сильной, гораздо более опытной в интригах и многоуровневом политиканстве системе. Туда Российская Федерация и попала на некоторое печальное время после поспешных решений о неверно понятом собственном суверенитете, которого должно было стать больше. А стало меньше. Но год за годом все менялось. Большие республики СССР из свободных братьев одна за другой превращались в откровенных врагов. Что заставляло думать о том, что, пожалуй, 12 июня 1990 года выбор был сделан, может быть, и не бесспорный, но и не совсем уж неправильный. Оставался только вопрос, а как быть с Западом, который стал считать Россию частью своей цивилизационной периферии и стремился держать, пусть и на относительно длинном, но все-таки поводке. С этим-то врагом суверенитета России как разбираться? Наращиванием военно-экономической мощи? Да. Ростом геополитического влияния? Безусловно. Рывком технического прогресса в оборонной области? Конечно. Но все это подготовка к самому главному, итоговому юридическому закреплению собственной суверенности. И вот этот год настал, и день этот максимально приблизился. Через две недели начнется всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию. И это станет итогом нашей многолетней упорной борьбы за реальную, а не номинальную независимость от кого бы то ни было. Все, конец пришел сиденью на двух стульях, теперь беспринципным оппортунистам нельзя будет в России рубить бабло, а все свои мечты и цели связывать с бегством в западный рай. Сенаторам, депутатам, судьям и прокурорам отныне запрещено иметь иностранное гражданство, а также вклады имущества за рубежом. Устанавливается приоритет национального права над международным. Подтверждается нерушимость территориальных границ и все споры о том, чьи Крым или Курилы должны умолкнуть навсегда. Мы так долго и трудно к этому шли, мы преодолели такое сопротивление внутри и вовне, теперь Россия становится страной суверенной в самом полном смысле этого слова, самовластной, самодержавной и не скованной никакими лукавыми ограничениями мирового сообщества. Вот почему именно в этом году каждый россиянин, неравнодушный к судьбе Родины, может праздновать День России, День ее суверенитета без оттенка горечи, а напротив с полным и обоснованным торжеством. И вообще, по-хорошему, надо бы этот праздник перенести на 1 июля, чтобы окончательно избавиться от акцентов прошлого и сосредоточиться на главной вехе в обретении независимости. Кроме того, этот день – День российского флага. Опять-таки, он не сразу стал вызывать положительные эмоции. Кому-то не нравился власовский флаг, кто-то вообще критически относился к преемственности именно с Российской империей. Но символы имеют свойство перезагружаться новым содержанием. Масонские пентаграммы со временем стали просто красными звездами, священным знаком советского патриотизма. И бесик теперь не символ геополитической катастрофы, а напротив – знамя, под которым российская армия и или добровольцы сражались, умирали и побеждали в Южной Осетии, Крыму, в Сирии и на Донбассе. Знамя России, которая практически вернула себе прежнее влияние СССР, наследником которой она также навсегда назвала себя в поправках Конституции. Времена меняются, и стойкость России приносит ей заслуженную победу. Наша обновленная Конституция, наш флаг, гордо реющий над все большим числом мест на планете, наш реальный суверенитет – вот что составляет содержание лета 2020 года. Григорий Игнатов О подлинной независимости и флаге России О подлинной независимости и флагхагн.